Ежегодно в Приморском крае около 6 тысяч человек переносят инсульт. Половина из них погибает в течение года, 80% выживших становятся инвалидами. Одна из самых главных проблем – недостаточная информированность населения о том, как распознать инсульт. Самый грозный симптом, конечно же, у инсульта – это нарушение сознания, это постинсультные нарушения движения, двигательной активности в конечностях, это либо левосторонний центральный гемипорез, либо правосторонний, в зависимости, где произошла катастрофа в головном мозге. Предотвратить заболевание сердечно-сосудистой системы сложно, но возможно. Тем же, кто запустил болезнь, помогут в медицинском центре ДВФУ. В нашем центре мы выполняем довольно большой спектр кардиохирургических вмешательств, начиная от эндоваскулярных методик, это стентирование коронарных артерий. Также мы выполняем радиочастотную абляцию, установку постоянных стимуляторов, кардиостимуляторов. Рожденные патологии и недоношенность сегодня становятся главными причинами серьезных проблем со зрением у детей. Только в Приморье близорукостью страдает 23 тысячи малышей. Каждый год около 40 человек уходят на первичную инвалидность. У взрослых свои проблемы. Вероника Дружинина делится впечатлениями от операции. В 71 год ей пришлось пережить удаление катаракты. Я, конечно, волновалась очень, но волнения были напрасные. Операция протекала безболезненно совершенно. Единственное, страшно было зайти в операционную, лечь на этот стол. В офтальмологическом отделении больницы рыбаков за год оперируют около 2,5 тысяч пациентов. Более половины из них с катарактой, почти все операции успешные. А новейшие технологии отрабатывают на базе школы биомедицины Дальневосточного федерального университета. Ученые занимаются исследованием биоразнообразия региона. Они пытаются сформировать своеобразный каталог веществ и молекул, чтобы облегчить в будущем создание и внедрение новых лекарств. Многие из них содержат в себе молекулы, которые в будущем могут излечивать миллионы жизней. И мы думаем, что во многих организмах есть больше, чем одно потенциальное лекарство. А огромная проблема на планете состоит в том, что виды исчезают с неимоверной скоростью. Самоотверженный труд ученых и профессионалов здравоохранения не остается незамеченным. Специалисты детской краевой клинической больницы номер один получили награды Министерства здравоохранения. Рентгенолог Татьяна Цветкова уже больше 30 лет занимается обследованием всех органов и систем человека. После прохождения интернатуры открывался вот этот вот большой корпус и нас оставляли на работу после интернатуры. И предложили вот несколько специальностей на выбор, кем бы хотели остаться работать в этой больнице. И я вот выбрала врача-рентгенолога. В отделении находятся дети со сложными пневмониями, патологиями органов грудной клетки и другими опасными заболеваниями. Чтобы поставить на ноги ребенка, педиатры работают параллельно с хирургами. Это не награда мне конкретно, это награда коллективу, потому что один человек в такой сложной работе ничего не сделает. Это награда коллективу, коллективу единомышленников. Врачей года во всех основных специальностях выбирают и награждают уже несколько лет. Сегодня Министерство здравоохранения во взаимодействии с властями региона реализует большое количество программ, направленных на то, чтобы профессию врача снова сделать престижной. Ведь эта профессия требует глубоких знаний и практики, большой отдачи, железных нервов, выдержки и самообладания. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, Дмитрий Сухоруков, Сергей Тулатиев, Станислав Лазерный. Новости на Восьмом.